У нас не получилась запись. Я умею летать! Со мной сидит рядом плаха. В параплане еще не сидел, только сквозь стропы летал. Да я в фулштале больше часов провел, чем ты на маршрутах. Когда пилоты меряются друг с другом. Роскошный синяк, который ни в какое сравнение не идет с этой мелочью. Это просто мелочь. Один из них рвут или пытаются порвать. Это ЛОА-тест. Вот уже жестко. Отпускаю за сантиметр. Вот она позаперется. Выходим. Сидишь, дрожишь. Это, наверное, лучшее, что может сделать с учеником-инструктором на курсе СИФ. Я не понимаю, как я бы жил до этого, без этого. И цешку я уже не хочу. Попробуйте, полетайте на тандеме. Вам очень понравится. Это очень известный парадокс. Это странно звучит, но инструкторы его знают все поголовно. Сколько ты на парашют раз применяла? Вы знаете, не так уж и много, как я тут рассказываю. Всего пять раз. Я три. Но я зато один раз на тандеме. Вот запасной парашют. Вот основной параплан. Вот сидят глубоко уважаемые конструктора. Может они скажут на секундочку что-нибудь? Хорошо, делаем еще разок. Как это выглядит вот оттуда. Надувается, надувается, надувается. Ааа! Мне больше страшно, что у меня подвеска порвется и я туда улечу. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, какой кошмар. Вот эта подвеска, в которой я полечу в тандеме. И полечу я не просто так, а летчиком. Что это кошмар? Что? Летчиком-испытателем. За мной компания Sky Country в полном составе. Летчиком-испытателем. Блохой. Он меня сегодня будет насиловать. Населять. Этим тандемом. Никогда бы я не подумал, что не просто полечу, а полечу в тандеме. Пассажиром-испытателем. Прошло много лет, все поменялось. Как вам нововведения, которые есть в Алденизе? Жить, конечно, можно. Жить, конечно, можно. Надь, а тебе как нововведения? Как новая дорога на фуникулер? Дорога на фуникулер. Я ларом мертаром фуникулер. Да, да, да. Могу сказать я. Я сейчас попробую, я еще ни разу не ездил. Что это за дорога на фуникулер? Ну, пока мне нравится бюрократия. То есть появились вот эти QR-коды. Всякая херня. Это нужно вот это все делать. Так как я человек, который приезжал на эту гору 24 года назад. Жил вот там в кемпинге и без всякой лицензии летал. Ну, а потом и с лицензией. Потом и сам лицензии давал. Лицензию я себе нарисовал. Это не сложно. Но вот это каждое утро начинать сообщение с телефоном меня раздражает. Я привык к большей свободе. Раньше мы поднимались на огромных машинах двухэтажных. На первом тоже ехали люди. На втором ехали парапланы. Это было очень драматично и классно. Да, это было весело. На самом деле даже больше боялись студенты ехать на машине, чем летать. То есть когда потом наверх заезжаешь и говоришь, ну как, ты на машине вниз или полетишь? Нет, я лучше полечу. Делай со мной все что угодно, я полечу. Так что вот так вот. По времени, ну минут пять мы просидели в машине, сейчас подождали пока все загрузятся. Это в общем-то не критично. Едем. По мере того, как мы поднимаемся наверх, я узнаю новые подробности, леденящие мою душу. Что было с тандемом? Ну ничего, там пару косы накатывало. Что было с подводной лодкой? Она утоннула. Что было с тандемом? Немножко порванный сейчас. Порвался капельку? Да, капельку порвался, чуточку. Как это было? Ну, из крутой спирали он не выходил, запирался. Вот. И, наверное, порвали мы с Егорским. А будут ли какие-то мне советы от... Он мой коллега, он сидит на том же месте обычно. Совет, ты с пассажира, ты с пассажира. Подожди, я Егорский покажу. Вот он летит, вот этот смей летит, а вот мой коллега, он тут сидит, да. Короче, когда запрется в крутую спираль, голову ты не сопротивляйся, облокоти на блоку или прижми ее кормы, тогда ты не потянешь себе шею. А если потянешь себе шею, то я тут знаю один хороший спа, где тебе все на место вправе. А это входит в обслуживание техосмотров с пилота, да? Да, друзья, вот мы уже подъезжаем к этой станции, это эта станция? Правда, да. Какая красивая нижняя станция канатной дороги. Я здесь не был с 14 года, поэтому как строили вот это все великолепие, я не в курсе. Но фундаментальненько. Сейчас посмотрим, как оно работает. Вахас, снимай маску, ты чего? Скажи, пожалуйста, очередь за счастьем? Да. Что в этой очереди за счастье дают? Дают билетик, даже два, даже два. Один билетик, когда-то это хорошо поймут второжилы Бабадага, это лесник, а второй билетик, собственно, на подъем. Причем билетик на машину 30 лир, билетик на телеферик 30 лир, одно и то же. Никакой разницы. Да, никакой разницы. Собственно говоря, разницы в деньгах нет, разница немножко во времени. Если подниматься на 1,7 на 1700, то накладки чуть быстрее. Там тоже можно пересесть в микроавтобус, который тебя наверх завезет, это не проблема. Но если ехать на машине изначально на самый верх, то на машине чуть быстрее и проще. Да, то есть преимущество пассажира, ну, в данном случае тест-пилота только вторым номером. За все отдувается бабочка. За все отдувается балаха. Мой ученик, кстати. Такая, друзья, на телефоне хрень. И вот ее они будут. Современная цивилизация. Ее он будет фотографировать. Для того, чтобы этим, так сказать, геморроем заняться, нужно сначала сделать себе лицензию. Хорошую лицензию. Сам могу нарисовать. Потом нарисовали мне друзья, живущие в Украине. Одну лицензию, потому что я когда-то... Вот, мои инструктора. Кто меня учил летать, они поручились за меня и мне дали лицензию. Волковский, что ли? Чей автограф. Ой, это моя, что ли? Нет, это моя. А, твоя, да. Можешь просто. Вот, в общем, с лицензиями все просто. Берете и дорисуете. Ничего сложного. Конечно. Я, конечно, не сторонник такого вот прямо, что сами себе лицензии рисуете. Потому что, на самом деле, хорошая система лицензирования, это... Это положительно. Она позволяет в клубах убрать, наверное... Вот, ты видишь, человек, он не знаком тебе. Если кто-то за него поручился, выдав ему лицензию, то, наверное, это все хорошо. То есть, мы выдаем наши лицензии после экзаменов обычных. Ну, вот, то же самое в других странах. Тяжелее всего мне получить лицензию в Литве, потому что мне сказали, что мне нужно будет тоже сдавать экзамен. Мало-то по билетам, которые я когда-то сам писал. И он будет его сдавать. Я буду его сдавать. Я прослежу. Да, представляете, какое... Так что, я для коллекции третью лицензию сейчас сделаю. А вот представь, что у меня нет телефона, вот я такой ортодокс, что я телефоном не пользуюсь. Как мне попасть на гору? Никак. Никак. То есть, вот это... Это меня раздражает, потому что я, например, периодически думаю выкинуть телефон, все выкинуть и вообще пожить такой спокойной жизнью без электронных девайсов. Почему я в современном мире обязан иметь телефон, который вот просто вот, а вдруг не хочу? Вот решения этого вопроса нет. И если у вас нету телефона, если у вас нету лицензии, QR-коды и прочего геморроя, то вы на гору не поднимите, из этой горы не полетите. Ну, конечно, такого, например, тоже в Франции не увидеть, потому что там все нормально. Зашел на старт, полетел. То есть, слишком все немножечко зарегулировано. И лично меня это раздражает. Регулирование и лицензии, безусловно, нужны. И чаще всего это регулируется путем получения страховки. То есть, если вы не имеете нормальной лицензии, например, в той же Франции, вы просто не получите страховку. Без страховку вам никто не даст в аренду параплан. Ну или там планер. И как-то это вот... Нету таких вот мест, где нужно где-то брать какие-то, делать QR-коды, регистрироваться. Ну, к сожалению или к счастью, в Турции, наверное, пусть она на первом месте теперь. И, возможно, мир дальше такой и будет. Мир в QR-коде. Я такого не хочу. Вот этот рентгеновский аппарат для тех, кто собирается в параплане перевозить что-то запрещенное. В этом случае его просвечивают на рентгене. Ну, безопасность. А вдруг объявят о том, что какие-то злые террористы хотят взорвать подъемник. Вот, всех пустят через рентген. Ну, как в супермаркете. Все прям огонь. Идем. Ну, знаете, во что бунтует? То, к чему ты привык. То есть я привык к одному, наверное, Луденизу. И, видите, ролик выходит таким с некоторой долей негатива, может быть. Ну, хотя у нас канал Мечта Летать позитивный. Все мое, наверное, отторжение идет от того, что я привык по-другому. И мне, наверное, хочется, как любому человеку, как было в детстве вкусно. Там сладко. Как мы там баллончики взрывали в кострах. Магний плавили. Фу. Свинец плавили. Магний взрывали. То есть сейчас же такое представить уже тоже невозможно в современном мире. Ну, вот и так вот и здесь. Раньше на машинах, открытых, с пылью, с гаммом, с песнями. Поднимались на город и было дико романтично. А сейчас вот она, современная реальность. Оп, видите, раз. Расступились ворота. Всем на корабль. Всем погрузиться на корабль. Пока мы едем на канатке, это долго и нудно. Вот со мной сидит рядом плохая. Это мой родственник, муж моей сестры. Пилот, опять же, летчик-испытатель. Мы с ним коллеги, мы с ним оба испытываем парапланы. Ну, я давным-давно испытывал, а он даже этим занимается сейчас. И мне интересно, как он к этому относится. Как я отношусь, а потом расскажу, чтобы времени тратить. А сейчас, Балха, вот скажи, пожалуйста, ну, какие вот... Что самое сложное в испытательской работе? Как по мне, ну, во-первых, конечно, это классический ответ, что сложно заставить себя не вмешиваться. То есть не мешать ему выходить самостоятельно из режима. И второе, мне всегда кажется, что мне не хватает ощущений глазомера четко оценить углы. На сколько градусов он клюнул, на сколько градусов провернулся, там, сколько секунд он выходил. Вот эти все вещи, которые очень важны для оценки. Я все время переживаю, что я недостаточно точно это делаю. Это самое сложное для меня. Да, и недостоверно даешь информацию конструкторам. С нами весь светское кантри. Мои инструктора, которые меня учили летать. Володя и Леша. Вы полубайтесь, что ли? Чего вы едете, как это? Как это я? Я тебя снимаю, да. Это вся банда, весь светское кантри. И, собственно, испытательные полеты, которым я сейчас тоже буду участвовать, мы сейчас испытываем тандем. Ну, это Горнского. Мы сейчас испытываем новый тандем. Добиваемся так, чтобы он летал прекрасно и прекрасно. Как человек, который тоже испытывал парапланы, соглашусь с Женей, что тяжелее всего заставить себя не вмешиваться. То есть, это прямо вот ты сидишь, дрожишь, понимаешь, что вот сейчас бы, конечно, из этого все выйти, а вот нужно потерпеть и не вмешиваться. Хорошо, а тогда вопрос. Самые веселые, самые страшные случаи, которые были. Я уже спросил, был ли Женя в параплане, но он сказал, что его вселенная миловала. Да, я все-таки не акробат, поэтому в параплане еще не сидел, только сквозь стропы летал. А что-то мне вспомнилось, когда пилоты меряются друг с другом, значит, квалификацией и опытом, то один мой приятель прекрасно сказал, побеждая последним финальным аргументом, он сказал, да я в фулштале больше часов провел, чем ты на маршрутах. Полный срыв потока перевожу. Да. Ну, а все-таки самое веселое и самое страшное. Веселое было, наверное, и оно одновременно и страшновато было, и веселое, когда я испытывал мини-крыло. Такой был параплан, он и сейчас, наверное, есть, хотя, может быть, уже другого поколения, Sky Country Sirocco, такое мини-крылышко. Оно было 16-метровое, и я на нем сдуру учился делать вертолеты. У меня мало что получалось, и однажды я таки завязался в твист, вот, начал падать в ротации, и когда уже полез за запаской, она у меня так бодро и хорошо вышла, что порвала мне комбинезон, с подмышкой вот тут. То есть ты ее так кидал сильно? Нет, она сама кинулась так сильно, потому что ротация на мини-крыле была очень впечатляющая, потому что запаска раскрылась, у меня было ощущение как из свободного падения. Вот, она бедная так хлопнула, мы быстренько так повисли, и потом я ходил, у меня был повод всю неделю, еще были, продолжались тесты, полеты и так далее, я мог всю неделю показывать подмышкой роскошный синяк, который ни в какое сравнение не идет вот с этой вот мелочью, это просто мелочь, синяк был совершенно роскошный, ну и надо ли говорить, что комбинезон я конечно же не зашивал с тех пор, это боевые шрамы, и лишний повод есть сказать, почему он у меня порван. А самое страшное? Кстати, вот тогда страшное особенное не было. Да, а вот когда было? Я наверное какой-то странный. Видимо не страшно. Нет, мне страшно может быть потом, а конкретно в ситуации, когда ты падаешь, максимум, что я могу вспомнить, это досада. То есть досада, ну елки-палки, опять в воду, или блин, опять на парашюте в пашню вмазываться, ну хорошо, что она мягкая. Сколько ты на парашют раз применял? Вы знаете, не так уж и много, как я тут рассказываю, всего пять раз. Я три. Но я зато один раз на тандеме. Вау, это круто. Сейчас будет второй. У меня раскрыгнулся карабин, отстегнулась пыл параплана, я не мог управлять, отдал ученику, ученику сорвал в негатив параплан, потом это все перешло в глубокую спираль, из-за этого мы кинули запаску. Круто. В метрах на ста, ну надо было раньше, но просто пока я выточил, пока кидал, я выкидывал руку на выкидывание, и мы упали еще в 37 метрах от берлоги медведя. Вот так мы приземлились на запасном парашюте. Вот второй пилот, вот запасной парашют, вот основной параплан. В общем, сели чудом, пролетели между елок, все зашибись. А вот Волков, малость охреневший. Да, здесь не ступала нога человека. Медведь-жуберлог мы увидели, мы туда даже не сходили за этим, за контейнером. Я себе потом ночью контейнер сшил из мешка от параплана, вешалки и изоленты, и скотч. Прекрасно. Ты тогда еще не знал, что на самом деле мешки от парашюта тоже испытывают на силу отрывания ручки. Да. И если бы ты это знал, вряд ли бы ты себя шил из мешочков. Ну, слушай, это как надежда тут больше нужна была. Я понимал, что второй раз в тандеме, чтобы прямо так кинуть запаску сразу. Наверное, это будет не скоро, я надеялся. Но пять раз лучше не так много. Не так много, да. Оп, приземление запасном парашютере. Сейчас выводят катером, и все будет хорошо. Ох, а что тебе больше всего нравится в испытательной работе? Достижение результата. Поэтому я, если его нету, частенько остается недовлетворенность. Я имею в виду, когда с твоей помощью, ну все-таки тест-пилот немножко участвует в процессе, с помощью тест-пилота крыло доводится до сертификационных кондиций. То есть его можно не стыдно отправлять на сертификацию. Это самый главный оргазм, наверное, тест-пилота. Когда крыло доведено, оно уезжает. И приходит оттуда ответ, отзыв, что да, оно вошло в тот класс, который предполагался. Это самое главное. Ну, крылья Sky Country все сертифицированные. Вот сидят глубоко уважаемые конструктора. Может они скажут на секундочку что-нибудь? Ну да. Ну, собственно, глубокая мысль. Глубокая мысль, да. Не все сертифицированные. Не все? А, то есть я тебе чуть-чуть об... Да, да. Я просто не знал лопнуть от гордости. И поэтому промолчал. Не сертифицированные крылья, но это просто чисто, скорее экономически. Ну, понятно, что-то что-то доводится, а точнее все доводится от сертификации, но имеется в виду, что деньги заплатить за сертификацию достаточно дорого. Да, дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие. Алешка, может быть, два слова скажет, какое именно дорогое удовольствие? Сколько стоит сертифицировать модель? Нет, мы не выходим. Ничего не выходим. Черт. Это 1200. О, друзья, оказывается, 1200 бы тут не вышли, даже не хрюкнули. Я уже страдал, думал, что интервью закончилось, нужно сворачивать все. Нет, 1200 метров проезжаем. В принципе, удобно, конечно, едешь, как балдеешь, болтаешь, тепло, пыли нету. В этом отношении, конечно, канатка, судя по всему, выигрывает. Вон он старт, который с 1200 метров можно взлетать. Используется он, когда наверху облачно, есть какая-нибудь такая погода сложная. Рабочий старт. С него я ни разу еще не стартовал, но так выглядит вполне себе приличненько. Зададим вопрос Алексею. Алеш, а сколько стоит сертифицировать параплану, если это не коммерческая тайна? Я думаю, что нет. Стоит примерно 5000 евро сертификация одного размера параплана. Плюс к этому еще, собственно, два параплана. Один из них рвут, ну или пытаются порвать. Это ЛОА-тест. А на втором делают летные тесты, и он лежит у них на складе, как образец. Ну, то есть получается, будет 5000 плюс два параплана. Единственное, в чем экономия ЛОА-тест делается, как правило, для одного размера. И он распространяется на все размеры. То есть рвать нужно один модель. Рвать нужно один, но с максимальным весом. Ну, вот так. Плюс парапланы СЛОА-тест обычно возвращают. Мы их иногда для чего-то используем. Ну, там как-то так. Таинтики сделать еще чего-нибудь. Да. Сколько прототипов, Володь, нужно для того, чтобы... Этого не знает никто. Бывает, да. Бывает, что случается... Из первого прототипа мы делаем хорошее крыло. Но бывает, что там и семь, и восемь прототипов, которые не удачат. Да. И немножко инсендерской информации. Такая же ситуация у всех производителей абсолютно. То есть может получиться быстро, а может не получаться годами. И мы все знаем примеры. Давайте лучше... Которые у всех на слуху. Какой? Примеры. Сколько дельта мы учили? Ну, два, дельта-3. Да. Баланс за вторую двадцать лет мы учили. Сколько лет? Баланс за вторую двадцать лет мы учили. О, какой кошмар. Ладно, давайте о веселом. У нас же позитивный канал мечтать летать. С какого... Был ли вот... Как повезло вот в этой ситуации? Что сделали и сразу полетело? Ого, я... Это мое личное крыло. Я на нем летаю. Да? Я считаю, что это как раз тот случай, когда повезло. Ну ты давай, можешь сказать. Сейчас будет просто реклама, просто прямым текстом. Не запрещена. На канале мечта летать все можно. Sky Country, Mystic 4, the best forever. А теперь пусть слова инструкторам. О, конструкторам. Ну, с какого бродотипа он получился? Ну, он не с первого получился, но со второго-третьего, наверное, скажем так. Вот. Какой-то успех уже. Получился... Получился удачно, потому что крыло с довольно большим удлинением и при этом мягко ведет себя на большинстве тестов. Собственно, он сертифицирован в категории ENC. И C у него единственная оценка за ход строк управления. Оно меньше 60 сантиметров. Все остальное попадает в B и в A. Ну, то есть крыло очень такое. И есть подозрение у нас довольно как бы обоснованное, что мы могли ход клевант увеличить, и это была бы B-шка совершенно бомбовая, но она бы попадала... Это та самая классическая история про когда-то Карреру. Мы как раз не хотели бы, чтобы на Мистики летали B-пилоты, те, которые ищут крыловый класс. Ну понятно, да. То есть сертификация — это еще не самое главное, да? И это важная проблема, и она, кстати, я думаю, будет усугубляться вот сейчас. Будет много крыльев, например, если как только отменят сертификацию, точнее запрет на Folding Lines в C-классе, я думаю, мы увидим C-шки в двухрядке, и есть большая опасность, что на такие крылья попрет C-народ, если можно так сказать. Ну, я, друзья, поясню. Параплан обычно выбирается, скажем так, по опыту пилота, и самое неправильное, что можно сделать, покупая параплан и выбрать параплан на вырост. То есть я видел огромное количество людей, которые получали серьезные травмы только из-за этого, что не могли справиться со своим крылом. Просто они не успевали дожить, дорасти до состояния, когда параплан уже был по росту. А потом они, допустим, могли покупать следующий, опять на вырост. Получается гонка постоянно с... Ну, это можно делать, может быть, где-то в другом месте, но только не в парапланах. Я еще мог бы добавить, как инструктор, что когда пилот покупает крыло на вырост, как Игорь хорошо сказал, очень часто, не всегда, но очень часто он просто замедляет себе прогресс. То есть он начинает немножко бояться погоды, немножко упрощать себе задачу на данный день. Соответственно, не так быстро растет, как мог бы расти на более простом параплане. Это очень известный парадокс, это странно звучит, но инструкторы его знают все поголовно. Но бывают исключения. Женя, кстати, проводит тоже курс СИВ. Это курс безопасных режимов над опасной средой. Тьфу, наоборот. Вот. Безопасный. Вот там мы над морем, сейчас будем с ним тоже безопасно как-нибудь шуршать. Так, ну давай. С этой высоты как раз, самый раз, делайте полностью потока. Спокойненько, собрались, притормозило на две дейти хода и отним движениями ручки вниз. Поехали. О, сорвал, держим, держим. Можешь отпускать. Отпускаем. Хорошо. Попадите каус. Попадите каус. Попадите каус. Попадите каус. Попадите каус. Немножко справа у тебя там подзавязалось. Все прекрасно. Летишь по плену. Удерживаешь отвращение и протряхиваешь, чтобы это все раскрыслось. И вот скажи, пожалуйста, на вопрос тоже по сертификации на СИВ. Когда вот не хватает квалификации пилота, и он думает, сейчас я поеду и сейчас я из этого параплана выжму все, научусь на нем падать и у меня будет все хорошо. У меня, вот скажу сразу, как правило, такого не получалось. Человек часто мог испугаться этого дальше параплана и получился как раз негативный опыт. Получался часто негативный опыт. Как вот в твоем случае такое? Ну, я вообще, говоря, могу даже отказать пилоту, если по моему мнению, по моему личному, соблюдительному мнению, его квалификация не подходит к его крылу. То есть я ему не посоветую проходить СИВ. Вот. И вообще, наверное, лучше всего иллюстрирует вот этот баланс фразочка одного моего ученика, который на перегруженном B класса крылья отпадал у меня СИВ, приземлился, вытер пот и сказал две вещи. Я не понимаю, как я жил до этого, без этого. И СИВ я уже не хочу. Да, замена крыла, она более спокойная. Это, наверное, лучшее, что может сделать с учеником-инструктором на курсе СИВ. И понимание того, что, например, следующий параплан нужен точно по росту. Сейчас мы заканчиваем, мы продолжим чуть позже, потому что мы приехали на 1,7. Это же прямо вот мы отсюда и полетим. 1,7 это стандартный старт, 1700 метров. Старт 1700 метров. Самый, наверное, популярный на Бабадаге. На него довольно часто как раз дует ветер. Он достаточно широкий, удобный, привычный. Я его лично больше всего люблю. 1200 вы уже видели. И есть еще два старта. 1800 и самая вершина. Там почти две уже. Вот туда идет как раз канатная дорога, довольно медленная. Но можно подниматься и на маршрутках. Поедем. Руководство мое нюхает ветер. Принято решение двигаться наверх. Мы подниматься будем выше. Для тех, кто здесь будет в первый раз подниматься. Видите, тут куча дорог. Если хочется выше, вот эта дорога выбирается. Ну и дальше мы обходим вокруг как-то что-то. А, тут смотровой, какой-то смотровой мостик. Потом тут какой-то бассейн с рыбами должен быть. В общем, все, конечно. Вот это мне уже впечатляет. То есть, мое негативное, так сказать, отношение изначально к этой всему цирку с QR-кодами, наверное, это можно потерпеть ради действительно очень красивого развития инфраструктуры места. Мы не будем подниматься на канатке. Она достаточно медленная. И она идет только на промежуточный старт. Мы будем подниматься на самый верх. Я в этом очень бесказанно рад. Потому что, наверное, вот если этот старт максимально безопасный для учеников, я его очень люблю, то тот максимально красивый. То есть, это самая вершина горы, с которой, конечно, сейчас мы полетаем прямо эгегей. Маршрутка, кстати, наверх, она бесплатная. То есть, по билетику, который на вот эту канатку. Ну, собственно, мы можем использовать вот эту вот дорогу канатную. Ну, уже кресельную. Или погрузиться вот в этот автобус и шаттл, который гоняет наверх-вниз. Тоже очень удобно, на самом деле. Вот верхняя станция канатной дороги, которая пока не работает, не запущена. То есть, сюда доехать на канатке нельзя, но потенциально будет можно. Высота этого старта какая, Леш? 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1900 метров. Вертолетная площадка. Вот это вот, вулкан Мендес потухший. Туда можно летать. Летом над ним потоки и так далее. Летом можно перелетать вот туда гора Агдаг. Отсюда можно летать вот туда далеко, далеко на Потару. Там красивый песчаной пляжей. Ну, Собственно, вот старт 1900 метров. Идеальная погода, ветерочек дует легенький Прям прекрасно С точки зрения красоты Старт мне нравится этот, наверное, больше всех Очень было интересно Много случаев при полетах отсюда Там хребет интересный Видишь, дорожка такая маленькая Туда как-то приземлилась моя ученица Ну не на дорожку, а на полянку сверху На нее даже я не смог приземлиться А я приземлялся на дорогу И стояли ульи Я снес несколько ульев А сам был в шортах, ну, собственно, как и сейчас И меня Активно покусали щелы И я потом был весь такой Он такой распухший Как сейчас от того, что снимает на супер широком угле Поэтому морда вот такая Для старта, конечно, самые наидеальнейшие условия Дует легкий ветерочек Ну, такой, что даже, видите Тандемы летают В динамическом, термодинамическом восходящем потоке То есть есть небольшой прогрев Но основное, что это ветер дует Ну, метров пять в секунду Скажем так, самое идеальное Вообще, что здесь бывает Погода прям на пятерку с плюсом Как вы видите Сделали раньше Мы вот с этих всех камней стартовали Конечно, это было Ух! Цеплялась параплан Стропы рвались иногда Сейчас, как вы видите Сделали очень хороший Широкий Прям реально красивый старт Поэтому где-то еще один плюс В копилку Тех, кто модернизирует гору И я, конечно Вот этому я несказанно рад Что действительно Очень Именно инфраструктура В смысле безопасности стартов Поднялась И сейчас на высоте Впихает билетик Все хорошо Дальше прохожу я Это тандем Видите? Ну, тандемы пилот с пилотом Можно летать И это, конечно Хорошо Да Но раньше можно было катать Друзья из моей группы И так далее То есть своих И сейчас я лишен такой возможности Это, конечно Меня раздражает Потому что у меня есть тандемная лицензия Даже две Я имею право это делать И я совершенно не понимаю Почему мне вот Нельзя взять Покатать друзей своих Ну, мы уже здесь нашли хитрость Мы заявляем Когда хотим полетать С нашими подружками Мы заявляем друзей пилотов Этот общий полет Ну, и пока прокатывает Пока прокатывает, да Поэтому На каждый Болт среди зимой Найдется контргайка Вот Или строгость законов Компенсируется Незабязательность их исполнения Мы надеемся Что в будущем Вот этот маразм То есть понятно Что турецкие пилоты Таким образом Пытаются защитить Что мы там вдруг Покатаем каких-то пассажиров Там потенциальных Ну, бред Сивые кобылы Но Вот так Три или четыре человека Полетело на одном тандеме Это, конечно Это, видимо, для Акрашоу Канонический старт Моего инструктора Алексея Ракова В тандеме Оп Ой, да это же однослойник Етишкин ты кот Вот это ужас Эге-ге-ге-гей Друзья, это параплан Без Ну, он такой Хитрый Это тандем даже Тандем с одной поверхностью Однослойник Вау Ну и все Они летят не хуже, чем остальные Сейчас парить еще будут динамики Вот это круто А однослойники испытывают? Ну, вообще-то, конечно Конечно То есть ты хочешь сказать Вот на такой штуке Проходят Б-класс Даже А Вот это да Они, в принципе, довольно-таки миролюбивые Как ни странно Мне было бы очень страшно На таком тестировать что-то Да, потому что Очень-очень мало тряпочек Веревочки, да Самое главное, друзья Это перед полетом Пописать Потому что Не дай бог Какие-нибудь Удары об воду Или еще что-нибудь Мочевой пузырь Может лопнуть И пострадать Поэтому вообще Там туалеты наверху Но те, кто Просохотил туалеты Есть романтические Вот это место Вот это мой любимый камень Я на нем Всегда это делаю Вот так подходишь Вот на этот камень Смотрите Становишься над пропастью И с чувством Выполненного долга Любуешься природой А теперь Погнали Скажи мне честно Да Я сейчас слышу Я еще как Я даже урать не буду Что Тусе я Привет Привет Тусе привет Человек-блогер Человек-блогер Весь увешанной камерой Смотрите Раз, два, три Начинается Плохо Терпи Нам тебе без слов Чего не слова не сказал Но рожа моя Все тебе говорит Раз, раз, раз Раз, раз Один, один И это пошло И это пошло А это уже пишет Ну что, плохая Готов Друзья У меня такой карабин Расстегнулся в воздухе Это было очень страшно Я до нижней подвес Да Потому что толстый Держи второй Вот Никогда не думал я Что доживу до Тест-пилота Только в тандеме Он очень боится Он очень боится Ты вперед беги Ты не туда Ты-то туда развернутый Волков Ты туда развернутый Ты забыл Что такое там Пока Как тяжело быть тупым пассажиром Волха Может быть прямым стартом Может быть прямым Как люди настоящие Идем куда я тебя пихаю Ноги, ноги я пристегнул Все? Готов? Готов Пробуем тогда Он у вас уже там весь Ну надеюсь мы его Растеем Гал Ага Да Оп Еще бежать уже? Да Ну можешь и не бежать Можешь стоять Ааа Осмотримся Вот Профессиональный пилот Уронил параплан Слушай Кстати А он между прочим Завешенный Завешенный? Да Что ты делаешь с ним? Сейчас немножко Подотпущу эти Планер это Ручка с педалями Это хрень со стропами Я тоже умею на ней Но я пассажирам Страшно боюсь Готов? Да готов уже готов Не томи меня Ой Ну давай тогда Ой Тейк оф Туда беги вперед Я куда не побегу Пошли Я умею летать Садись внутрь В карабин Эти В треугольники Ой Жопе больно Да и расслабляйся Усаживайся поудобней Я умею летать Самое главное про полете в тандеме Это хорошо Блин Самое страшное ощущение Для пилота Быть пассажиром Чего ладно Если планили как-то Мне кажется Эта штука более Мне подконтрольна Даже мыслями То конечно здесь Оно все качается Ну понятно Когда пассажир Который ничего не понимает Ему пофигу Качается и хорошо Но я там У меня мысль Каждую секунду Отработать Вот это колебание Какое-нибудь У меня руки Просятся рулить А я не могу У Блоха Видите У него все Вот это самое Если меня спросят Что самое страшное При полете В тандеме Вот Вот это вот Ох Для пилота Который уже умеет летать То есть я Конечно сейчас еще будет страшнее Когда Блоха Будет какие-нибудь фигуры делать Там можно будет Извиняюсь Вообще Фух Блоха Ты долго тут будешь летать? Да нет Полетели уже в зону Я к тому Что я чем быстрее У меня запас По батарейкам небольшой Я вас понял Тогда полетели Поэтому полетели Кому с тобой лучше вниз Я уже не летался Фух Ну все Я уже успокоился Теперь мне не так страшно Мне теперь страшно Что впереди кто-то есть Видите вот Есть пилот Который хочет нас бить Любой пилот Потенциально летающий Это существо Которое хочет сбить Таких замечательных Двух летчиков-испытателей Да, Блоха? Да Склон работает Можно было вылетать Как можно дольше Но мы не хотим Блоха, ну ты здесь Слишком близко снимать? Нет, не близко Я Попозировать Тебе поснимать Да Смотрите, как он снимает А я при этом боюсь Мне кажется Я понятно, что К этим парапланам На плане Влетаю еще ближе Но Это же я за рулем Фух Так, ну что ж Можно сделать небольшую Искурсию по горе О, да Это правильно Сзади у нас остался Верхний старт Сейчас мы летим вдоль Самой горы Поподак Что это он с такой Спрымкает? А ты клевант А ты тримирать Я немножко подтянул Повреждай меня, когда ты что-то дергаешь И вообще не дергай Так сильно мне страшно Хорошо Да Хорошо Пойдем Пойдем поближе к горе Сейчас мы ему пересечем Что он Что ты так переживаешь Что у вас А что он там орет Я там у него был Да, ему страшно Мы его спутку поставим Так Склон горы Поподак По склону идет канатка До самого верха И мы сейчас пролетаем По ребру По ребру Да, промежуточного старта Он 1900 метров 1800 этот будет 119 Тот где мы стартовали Патара А это 1.8 считается 1900 метров И этот старт В сторону Континента Видите Достаточно такой Коротенький С приличным уклоном Наверное Я бы так сказал Один из Более сложных стартов На горе Поподак То есть сверху Вот этот старт проще Снизу этот старт Тоже проще Это 1700 метров старт Ну вы сейчас видите Все прям Как оно в жизни есть Как оно красиво Это верхний Алудениз у нас Который называется Алачик А чуть левее Хиссарон Ну и дальше Фетия видна Хорошо А Алудениза Бухта Вот она внизу Мы пока его не очень хорошо видят Там город не видно Но так вот Я его увидел Друзья Первый раз в своей жизни В 97 году То есть 24 года назад Стартовал я тогда Вот с этого старта И Вот наверное Примерно так же Летел в сторону моря И боялся Потому что мне нужно было Делать опасный режим Самому И нужно было Чтоб кто-то меня заставил Что-то сделать А теперь же Вот сидит сзади Тот кто Меня заставит Только вообще Без моего Какого-то желания И от этого Мне становится все Тревожнее и тревожнее Вот там друзья Находится долина бабочек За вершинкой с антеннами Куда мы долетаем Очень красивое место Я сейчас прижмусь Максимально кораблям И справа у виража Пойду на посадку Главное за мать Что будет не зацепиться Ты мать что-то Сними немножко кораблики Которые Вот я прижимаюсь к скалам Вот максимально Вот эта часть пляжа Все И идем на посадку Вот так раз На камушке Бежать Бежать Молодец Профессионал Мастерство не пропьешь Волечка молодец Мы даже на ногах Устояли друзья И приземлились Вот так вот Врядом с такими вот Ой слушай Яхты такие навороченные Это Джек Воробей Да И вот город Алуденис В городе Алуденис Сейчас я руку протяну Как раз удобно Вот она идет Центральная улица И По этой центральной улице Вы попадаете на пляж Вот там как раз Остановка маршруток Которые везут вас На станцию Ганатной дороги Станция Ганатной дороги Вот она Находится Вот где-то здесь На перевале Вот она сейчас Видна хорошо Вот он 1200 метров Промежуточный пункт И собственно 1200 метров Стар Видите как с воздуха Можно красиво все показать Если вы будете Селиться в Алуденис Я вам рекомендую Отель называется Пир Дикия Это самый Мой любимый отель Потому что я там Много раз жил И такое Не знаю Может быть Ностальгия работает Самый первый раз Когда я приехал Вот видите Лагуну И вот там Вот такое местечко Можно построить Палатки Там такой Ихваливтовый лес Там я останавливался Первый раз И вообще Первые два курса Когда я вел Мы жили Вот в том кемпинге Потому что денег Было совсем мало А наши более богатые Студенты Жили вот в этом Вот Лики Волд И они сказали Как-то Волков А что вы так Вообще Не хотите к нам Слетать Покушать баранину У нас одной баранины 16 видов И я туда прилетел Приземлился Покушал баранины Понял что У нас там вот Живет Алексей Мой друг Остался Который тоже хочет Покушать И мы взяли С моим другом Костями Затонским Лодку Каяк И на каяке Вот эту всю дистанцию Вот эту всю дистанцию Прошли до бухты Подобрали в бухте Алексея В непромокаемый мешок Засунули все вещи Включая фотоаппарат Каяк погрузился Под воду И мы Не всплывая В подводном положении Умудрились Прочапать назад И Зайти Так сказать В Ликио Ну Что я могу сказать Молодость Молодость Очень все весело Кстати сейчас Мы не знаю Увидит ли камера А мы с Игорем Видим Родос Остров Родос Он не так редко Не так часто виден Ну давай попробуем Показать Да Кстати Родос видно Друзья Редшайшие Эти явления Надо было бы На самом деле Сверху С вершины Поснимать Что-то как-то Мы не додумались Там было лучше видно Да Было лучше видно А где Почему видно Родос Сейчас Мы видите Опускаемся В более такой Слой с дымкой Это инверсия Сейчас видно Что внизу Как раз Воздух перемешивается Он более влажный Воздушная масса А сверху Воздушная масса Другая Вот сейчас Хорошо Эта инверсия Видна На ваших Голубых экранах Между тем Мы подлетаем К бухте Блоха Ты сразу работать начнешь? Ну я скажу Обязательно Сам я провожу Курсы СИВ здесь Каждый год Теперь наверное буду Ну раньше До 14 года Каждый год было И я получается С 1999 До 2014 Мы не пропускали Возили Каждый май месяц И каждый октябрь месяц Потом был перерыв Я В Польше занимался Планиризмом Чем парапланиризм Плюс вечно То дружили с Турцией То не дружили Было достаточно сложно И сейчас Решил я эту славную традицию Продолжить И вот так выглядит Бухта В которую прилетают Мои ученики И я им говорю Ну-ка занимаем там Правую половину бухты Левую половину бухты Готовимся к работе И вот они у меня берут И складывают параплан И раскладывают параплан И видишь Я хочу Занять положение Чтобы нам Никто Под нами Ни кого не было А я еще чуть Подвинусь от всех А я сейчас Чуть письку поправлю Давай Вот сейчас мне страшнее А голову я так буду ложить Когда Не, пока я Видишь Я пока тебе никаких Этих не делаю Перегрузок Сейчас мы сначала Срывчик сделаем Прям сразу срывчик? Да Ой, друзья По-моему это начинается Можно пробовать? Да пожалуйста Хорошо Приготовился От страха Срыв потока Ай, как же это страшно Надуваем парапланчик Надуваем, надуваем, надуваем Отпустили Опа Клевок до 60 градусов Даже до 45 Это железная Б Фух Вот Так что никаких проблем у нас со срывом нет Даже мне не страшно было А еще разочек в блоках Еще разочек сейчас делаем От солнышка отвернемся Вот так вот Даже мне было не страшно Поэтому я готов Так сказать повторить Так, хорошо Делаем еще разок Как это выглядит вот оттуда Надувается, надувается, надувается Потом я Ааа Так, теперь идем надувать Надуваем, надуваем Отпустили Оп, полетели Слушайте, ну не страшно Я специально не торможу клевок Потому что у нас с тобой Сертификационный срыв потока А, то есть мы еще ничего не То есть я не тормозил ни сантиметра Вот, поэтому Поэтому все чисто И справедливо Да Срыв потока, друзья Это то, до чего доходят мои студенты А давление-то падает Хорошо, теперь смотрите, что мы сделаем Сейчас мы крутанем спиральку Только я уйду куда-нибудь Где никого нету Потому что у нас снижение будет приличное Вот И Игорь тогда На меня голову Или удержишь ее Посмотришь, как тебе будет удобно Что шея может отвалиться Я попробую сконцентрироваться Ну я не буду Я люблю массаж Мне обещали массаж Если с шеей будет что-то не так Ну хорошо, пробуем делать тогда Значит я сейчас сначала просто круто Но не сертификационную Просто посмотреть Как он себя ведет Я в переднем поле В передней подвеске Не разу спираль не взял Вот вход в глубокую спираль Вот она пошла Я все перестил И пошел выход На самом деле запирание не произошло Поэтому сейчас мы может быть попробуем с Игорьком Крутить Ага, это мы вошли в свою спуточку Это всегда так бывает на нежном выходе А я нежно выходил Понятно Мне больше страшно, что у меня подвеска порвется И я туда улечу Значит крутанем еще разочек Как голова, все хорошо? Да нормально, давай уже не томи меня Значит так, теперь я делаю сертификационную То есть я должен сейчас втянуть на сколько-то И теперь мы за 5 секунд должны войти Вроде бы есть вход Я не должен отпускать ее Ааа Да Отпускаю за сантиметр Вот она там заперутся Выходит Ааа Выходит Да На нашей месте он тоже запирается Ааа Это мы любим делать вот такую вот горочку для пассажиров Им очень нравится Тянуть на сколько-то И теперь мы за 5 минут в секунду должны войти Вроде бы есть Я не должен запрещать Ааа Вот уже жестко Вот это совсем жестко Ааа Сопли потекли Ааа Ёпс Туда и невесомость Вот такую вот горочку для пассажиров Вот Ну да, действительно В жопу такие ладушки Ничего ты с этим не сделаешь Ну а сейчас мы с тобой, наверное, крутанем сатик Ну крутни Так 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 Сейчас Входим 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 И оп Ой Опа Вот так вот это выглядит этот сатик Ну сатик-то, кстати, перегрузки нет В чем я люблю сатик Нету перегрузки Выходим Нету перегрузки Сразу же выходим из спирали Нам перегрузки уже не нужны И вот так И вышли Вот Небольшая горочка Потому что я понял, что Волкову понравилось меньше спутная струя Чем нежный выход Зачем я вообще на это согласился Вот как выглядит сатик Ой Опа Вот так вот это выглядит этот сатик Ну сатик-то, кстати, перегрузки нет В чем я люблю сат Нету, выходим Ау Да Вот, небольшая горочка Потому что я понял, что Волкову понравилось меньше спутная струя Конечно, меня тревожит всегда, когда что-то я не контролирую Я тебя понимаю прекрасно А сейчас я не контролирую ничего И у меня еще сижу в подвеске, которая каких-то три веревочки И у меня выстрель такая Сейчас это хрячь, хрусть, и я вниз И сейчас хрусть и пополам Ой Друзья Сейчас винговерчики Попробуйте, полетайте на Сан-Теме Вам очень понравится Ааа Это плохо делают винговеры Ааа Аа Ааа Ну, пока хорошие винговеры Опа Опа И еще разочек Уже низковатенько Я уже вижу яхту Поехали на нее садиться Давай Концент огонь Фу Обосратушки Да, друзья Это, конечно Игорь, слушай Я попробую дернуть Говорят, что это нереально А, нет Точно, это нереально Уже мы низко, я боюсь Ну, ладно, все Фу Так, главное теперь хорошо приземлиться Сейчас же можем акробатов посмотреть Так, во-первых, смоемся из зоны Чтобы в нас никто не упал Никто из акробатов не сделал бак-бак-бак О, кстати, я вижу эти гостиницы И ты можешь поснимать их Они работают до самой малой высоты Гостиница Сан-Сити Гостиница Пердикия, моя любимая Вот это вот под нами проплывает На краю Алуденис Резорт Вот этого езде я жил Ну, вот, собственно, сам как выглядит город Алуденис Он прекрасен Вот отсюда уходят маршрутки наверх В принципе, видна вот в конце долины Станция канатной дороги Как вы видите, все компактно и просто Это Алуденис, так сказать, место замечательное А это инструкция по его применению Первый раз я жил вот там, друзья Вот там, в конце бухты Вот он, лагерь среди эквалифтов Да, досталось мне веселье Живые, но и непобежденные Да, живые и побежденные Главное теперь хорошо приземлиться Я не буду рисковать Я сяду там, где широко Да, ты уже меня так побереги Да, там, куда мы обычно садимся, я не полезу Либо Ибо Шасси мое, это ноги мои Я привык на колесико садиться Уже, да Да, вот до чего жизнь довела Вот каким имужительным с плохой Да Классическая восьмерка Яблоке не мешаю Хотя, конечно, я уже хочу взять клеванты Зайти самому Потому что Ой, как мне страшно Когда не контролирую ситуацию Мои ученики приземлялись Вот на все вот эти вот Кафе иногда Там, ну, не потому что Они так хотели А потому что у них так получилось Вот, и блока вот Так, мне тоже уже вывесишь-то? Да, можешь Ой, главное сейчас Не упасть Ты главная блока, скорость Скорость есть Сядем хорошо Сядем хорошо Да, уже Только не будем его бить ногами или нет Посадки к карьеру готов Так, хорошо Сейчас крылышко положим красиво Мои сердце не пропьешь Звездный экипаж Наконец-то на земле Ты это сделал? Ты выдержал все? Друзья, это самое страшное, наверное, что было в моей жизни Вот это вот, что я сейчас сделал Летал пассажиром на тандеме Да не просто так, а на испытательном Да еще на порванном А он порван был? Да Прекрасно видел, где у него деформация Он еще порван Ой, да Нет Обкакаться можно Нет, ну, это страшнее ничего не бывает Друзья, кататься на тандеме не страшно Пожалуйста Да, это мы Друзья Вот это вот контент-огонь Это мы? Ну, скажем так Одна сторона была оторвана Второй Кто разрушил Бастилию? Это не я, Марья Ивановна Блоха Зачем ты порвал тандем? Он прототип мне можно Да Вот так, сзади, с боков Давай сзади Да Вот это, вот это контент-огонь Блоха Ну, мы это сделали Вот это, да Друзья, мы порвали параплан Вот, вот он Вот, контент-огонь Вот Летчик-испытатель Хорошо кушал Хорошо кушал Хорошо кушал Ой Ну, молодец Все вынес Блоха, ты скажешь Ты доложи, пожалуйста О испытаниях Значит так К сожалению На данный момент Результат отрицательный То есть крыло показало Спиральную нейтральность Будем работать А что скажет конструктор Да, собственно, то же самое Будем работать Что такое спиральная нейтральность Вообще, о чем мы говорим Тест довольно жесткий То есть мы должны Прогрессивным движением И единственным движением Войти в глубокую спираль И эта глубина клеванта Должна быть такой Чтобы он вошел Либо за полтора оборота Либо за пять секунд После этого Он вошел в глубокую спираль Руку нельзя никуда двигать Она должна быть затянута А для глубокой спирали Это много Поэтому он разгоняется Очень прилично И его надо так Подержать три оборота И еще за один оборот Отпустить Так И дальше смотреть Что он делает Если крыло сразу Начинает выход Это А Если оно кручит Там один-два оборота По-моему Это Б Ну и так далее В общем, дальше надо смотреть Наш вариант пока Оно остается В глубокой спирали Три-четыре оборота Его надо выводить То есть Ну, надо работать Соответственно, работаешь внешней клевантой Да, но Как только Трогаешь внешнюю клеванту Сразу же идет выход Вот Но поскольку он не спонтанный То есть С помощью пилота Это не Это вне Зоны сертификации Будем так говорить Друзья, может мне даже Мне даже стало впервые Немножко жалко Моих студентов На которых я Которых я тренирую Глубокой спирали Потому что Вот эту перегрузку Когда она совсем уже Свалилась В очень глубокую спираль Я тем более Там заперлась Держать тяжело И Ну, когда ты контролируешь ситуацию Наверное Это проще Но ведь Новички Они часто попадают И думают Ай, как теперь Из этого выйти Ну, точнее Даже знают Но Но это действительно тяжело Поэтому Спираль Очень ответственный режим Очень нужно хорошо Ее Научиться Отрабатывать Выводить Парапланы спирали И Это ключ К Возможности Работать при перегрузке Если вдруг Завязался галстук И что-нибудь В этом роде Если там Получился Подворот крыла Затянуло Во второтацию Умение держать Перегрузку Думать при перегрузке И делать что-то Перегрузке Это крайне важно И этому учат Глубокой спирали Зачем нужен сив Мы Жене обсуждаем Момент Что от сивы Есть как польза Так и вред Сейчас об этом поподробнее Самое главное Что от сивы Есть какой вред То что Ты думаешь Что ты все умеешь Ты можешь работать И можешь просто забыть Бросить опасную парашют А вот Женя расскажет Поподробнее Реальная история Из жизни Как у Волкова В небезызвестной книжке Как однажды На пике Своей квалификации Действительно Я все хорошо Умел С этими сив режимами И так далее Я потренировался Над полем У себя в Литве Вот Летел я на вулкане Тренировал вертолет И завязался Как водится Завязался в смысле Что у меня был Какой-то там галстук Какой-то там твист Ну сейчас уже не важно Я себе спокойненько работаю Раскручиваюсь В писте Потом значит У меня этот галстук Не позволяет мне лететь Я станово срываю Чтобы он развязался И так Совершенно на расслабоне Как сейчас помню Вот Выхожу Такие все-таки Все развязав И Приведя в порядок И замечаю Что вот Когда у меня Финальный клевок Я начинаю лететь У меня высоты Меньше 100 метров Меньше 100 метров Карл И я такой Ага Квалифицированный Ты нафиг Пилот А почему ты раньше Не принял решение Перестать бороться И бросить запас Вот эта вот Расслабленная Уверенность Что ты Со всем справишься Иногда Играет с нами Злую шутку Поэтому Это Женя Как я Мы вместе Проводим Все в курсе И Я вот сейчас Вижу свою задачу Там Сколько лет Я этим занимаюсь И я все больше Больше убеждаюсь Что нужно Дать человека Научить Азам Научить простым Вещам Которые С которыми Можно справиться И посоветовать В сложных ситуациях Братать запасную парашют Потому что Даже Хорошие навыки Полученные На втором На третьем Север И так далее То есть Вы будете уже Морском Они не дают Вам Некой гарантии И Они могут Спровоцировать Вас На вот это Продолжение Банкета Когда вы Пытаетесь Выпутаться Почему-то Не кинув Запасной парашют Который Просто В этой ситуации Выручит Понятно Что Пассивные навыки Ну Хорошие навыки Они способны В ряде ситуаций Все упростить Вылетать На маршрутах В ворах И так далее Что случается И Если у вас Эти навыки Есть То вы Выйдите Победителем Но Вот это Все Немножко Добавляет Провоцирует На то Что можно Иногда Там Где можно Было Выйдите Победителем Просто Можно Все Сильно Усложнить Поэтому Самое Простое Что мне Кажется Это Если Вы Постоянно Не тренируетесь Работая С опасными Режимами Полетами Наверное Не рассчитывайте Что вы В бухтаварах Привезметь Все И примените То есть Умение Летать Умение Раскрывать Крыло Умение Контролировать Крыло Это Труд Который Требует Ну Как Минимум Наверное Одной Ежегодной Тренировки Здесь Где-нибудь Над водой Со Сравными Режимами То есть Квалификацию Это Нужно Поддерживать Если Другой Путь Можно Пройти Сип Один Раз Два Раза Поставить Галочку Что Я С Такими Вещами Справляюсь А на Остальные Поставить Галочку Запасные Порошки Вовремя Вовремя Да Ну Что Друзья На этой Оптимистичной Ноте Можно Закончить Это Видео Мне Кажется Контент Огонь Вы Сами Видите Погода Погода Бомба Я Это Сделал Для Вас Глубок Уважаемые Зрители Канала Мечта Летать Надеюсь Как То Что-то Вы Там Прокомментируйте По этому Поводу Фух Ну Это Все Был Трудовой Инструктор Нет Это Испытательский Пут Работа Испытателя Трудна И Безопасна И весела Весела До новых Встреч Будем Продолжать Редактор Корректор Корректор Корректор